Добрый день, дорогие друзья! Рад поприветствовать вас на канале Гороскоп. Прогноз у нас на 17 июля 2022 года. Мы как всегда начинаем начинать. Начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов и если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. В этот день Овен может почувствовать нестерпимый зуд в носу. Возможно, это заявляет о себе желание сунуть его не в свои дела. Какими бы благими ни были намерения, Гороскоп напоминает Овну о том, что существует понятие личной жизни. Иногда лучше подождать, пока люди сами не обратятся за помощью по своей воле, раскрывая душу. Кроме того, желание заниматься делами других в этот день может привести к тому, что Овен не успеет решить какие-то свои личные вопросы. Всем представителям этого знака зодиака, Гороскоп советует в этот день сосредоточиться на решении текущих задач, коих у Овна накопилось немало. Любовный гороскоп для Овна. В этот день, именно то время, когда Овну необходимо откровенно поговорить со своей второй половинкой, в ваших отношениях явно стало чего-то не хватать. Может быть, искренности или общей радости. Не пора ли запереться ото всех в квартире и посвятить вечер только друг другу? Гороскоп настоятельно рекомендует Овну, если в этот день вы собираетесь провести вечер вне дома, обязательно возьмите с собой любимого человека и уделите ему максимум вашего внимания. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Этот день Овну, скорее всего, придется провести в суете и спешке, но на результатах это скажется самым замечательным образом. Все будет выполнено точно в срок, досадных ошибок удастся избежать, а суета даже внесет свежую струйку в рабочую рутину. Так что не на что сетовать. У Овна в этот день все просто замечательно, хоть и проходит в несколько непривычном ритме. Звезды говорят, что подобный темп работы окажется заразительным и Овен создаст вокруг себя хорошую, трудовую атмосферу. Телец. В этот день Телец может превратиться в маленького капризульку, для которого исчезнет понятие «надо» и будет существовать «я лишь только хочу». Желание способно перекрыть доводы разума, так что к концу дня Телец вполне может обнаружить себя наедине с наполовину съеденным тортом, коробкой новых очень красивых, но неудобных туфель или, что еще хуже, с договором на новый кредит. Нелегко придется в этот день и окружению Телца. Сегодня он настроен слушать только себя и свои желания. Чтобы не пришлось сожалеть о последствиях импульсивных поступков, следуйте совету гороскопа. В этот день не торопитесь ни в словах, ни в решениях. Дважды обдумывайте каждый свой шажочек. Любовный гороскоп для Телца. В этот день у Телца появится хороший шанс укрепить взаимопонимание со своей второй половинкой. Главное, серьезных разговоров не затевайте. Этот день плохо подходит для них. Только фан. Кстати, общее развлечение помогут и одинокому Телцу. Ему стоит отправиться туда, где по-настоящему весело. И именно в толпе счастливых людей гороскоп предлагает в этот день искать свою любовь. Почему бы и не попробовать? Даже если любимого человека не найдете, так хоть немножечко развлечетесь. Гороскоп карьеры и финансов для Телца. В этот день Телец будет остро нуждаться в поддержке и помощи в работе. Дело не в том, что ему не хватает навыков или знаний, чтобы выполнить задание. Просто в этот день ему необходимо чувствовать, что он не один и заслуживает уважения не только после получения результата от работы, но и в процессе ее выполнения. Небольшой сплин совсем не помешает общему делу. Напротив, Телец будет приятно удивлен количеству откликов коллег и доброжелательности руководства. Так что день все-таки будет плодотворным и приятным. Близнецы. Близнецы в этот день почувствуют большой энергетический подъем. Однако, как и в случае с энергией атома, близнецы могут стать или опасным, как ядерная бомба, или полезным, как АЭС. Многое зависит от обстоятельств их внутреннего настроя. Гороскоп рекомендует им в этот день всеми силами воздержаться от агрессии и не поддаться на провокации. Если близнецам удастся направить свои силы на решение рабочих или личных проблем, результаты будут впечатляющими. В этот день им по плечу гор свернуть. Неутомимые близнецы в этот день будут не только в делах, но и в творчестве, и в проведении досуга, да и в любви, собственно, тоже. Любовный гороскоп для близнецов. Дорогу к сердцу любимого человека в этот день положит язык близнецов. Сегодня он мог бы довести своего владельца и до Киева, но гороскоп уверяет, что в данный момент любовь вполне волнует представителя этого знака зодиака гораздо больше, чем путешествия. Хотя близнецам, которые уже нашли вторую половинку, можно посоветовать отправляться в ее сопровождение туда, где они смогут получить новые впечатления. Общие переживания в этот день помогут почувствовать, насколько хорошо вам может быть вместе. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. В этот день у близнецов все поделено на черное и белое. Никаких компромиссов в работе они не приемлют. Звезды в этот день склоняют их к идеальному исполнению любой работы, к чему они и будут стремиться совершенно искренне, переделывая по нескольку раз то, что кажется им недостаточно совершенным. Это в принципе не так и плохо, если только близнецы не занимают руководящую должность. Потому что начальник, перфекционист, далеко не предмет мечтаний подчиненных, которым остается в этот день только посочувствовать. Рак. Гороскоп рака на этот день говорит об эпохальной битве чувств и разума в его жизни, причем разум может явно проигрывать. К примеру, логические доводы о преимуществах ЗОЖ и усердного труда способны разбиться об иррациональное, но твердое намерение рака зажечь в ночном клубе или предаться лене на диване. В ночном клубе, конечно, сейчас не очень удобно, но хоть и есть закрытые места. Ничего не поделаешь, иногда надо идти на поводу своих желаний. Главное для рака в этот день скрывать свой ленивый геодетический настрой от начальства и домочадцев до вечера. В течение дня представителю этого знака зодиака придется хотя бы имитировать полезную деятельность. Любовный гороскоп для рака. Яркая тенденция этого дня – стремление подменить юмор сатирой. Подпав под нее, рак может начать колоть остротами любимого человека, не замечая, как тому больно. Гороскоп предостерегает о соревновании в иронии. Подколы оставьте на следующий день, а сегодня от них лучше и вовсе воздержаться. Еще одна опасность этого дня – излишнее любопытство. Если рак находится в начальной стадии отношений, в этот день ему не стоит задавать слишком много вопросов. Гороскоп карьеры и финансов для рака. В этот день главной составляющей успеха рака на работе будет информация, причем любая. Относится она к делу или нет – это уж другой вопрос. Звезды в этот день наделили рака неудержимой жаждой поглощения нового. Не только знаний или новостей, необходимых для дела, но и банальных сплетен. Впрочем, гороскоп приветствует подобную любознательность рака. В этот день она может пригодиться для дела. Лев. Чего бы лев не добивался в этот день, гороскоп советует ему действовать как можно активнее. Причем начать надо как можно раньше, желательно с самого утра. К примеру, если у льва запланирована дальняя поездка, то ранний старт сделает ее удачной и гладкой. Если же лев готовится к обычному дню, то более быстрый темп деятельности принесет не только хорошие результаты, но и привлечет благосклонное внимание окружающих. В любом случае, этот день принесет льву максимальную пользу, если он немножечко ускорится. Любовный гороскоп для льва. Ощущение собственной непогрешимости может сыграть в этот день целевому злую шутку. Гороскоп предлагает воздержаться от жесткой критики в адрес любимого человека. Чтобы разрядить обстановку, организуйте встречу с друзьями. Это подходящий день, чтобы всем вместе повеселиться. Ну а желание покритиковать используйте при обсуждении нового фильма или игры любимой футбольной команды. Лев силен сейчас в острых комментариях и иронических замечаниях и может стать звездой вечера. Гороскоп карьеры и финансов для льва. В этот день у льва может появиться серьезный повод задуматься о повышении своей квалификации. Звезды не уточняют, конечно, что именно сподвигнет льва сесть за парту. Это не обязательно будет пробел в знаниях. Движущей силой к обучению может оказаться, к примеру, чувство зависти коллеги-эксперту или же желание льва пойти на повышение и использовать новые навыки, как основной козырь в беседе с начальством. Но вариант с отсутствием каких-либо нужных знаний в этот день тоже не стоит исключать. В этом случае учеба необходима льву как воздух. Гороскоп ободряет. Учиться никогда не поздно. Дева. В этот день деве будет невыносимо трудно находиться на одном месте. Ее душа как пару жаждет ветра перемен. Дева хочет попробовать себя на новой стезе. Познакомиться с кем-то, поменять прическу или купить обновку. Гороскоп советует ей, если такая возможность есть, отложить в сторону все насущные дела и последовать за зовом сердца, то это просто замечательно. Есть большая вероятность того, что уйдя в этот день в сторону от повседневности, дева не останется в накладе. Новые эмоции, новые знакомства способны привнести в ее жизнь много чего интересного. Любовный гороскоп для девы. В этот день дева игрива как котенок. Впрочем, ее коготки такие же острые, и она способна нечаянно ранить вторую половинку, заигравшись словами. Гороскоп советует беречь чувство любимого человека. Порой лучше оставить свое мнение при себе, чем подлить масло в огонь неосторожной правдой. В этот день дева способна к творчеству в самом широком понимании этого слова, а потому может приятно удивить и порадовать партнера в спальне. Гороскоп карьеры и финансов для девы. День подходит этот для кардинальных изменений в деловой жизни девы. Если работа перестала приносить удовольствие или деньги, надо собраться и решить, продолжать ли ждать у моря погоды или все-таки начать менять сложившуюся ситуацию в свою пользу наконец-таки. Звезды подталкивают в этот день деву к изменениям, однако делать решительные шаги стоит лишь в том случае, когда действительно есть моменты, которые вызывают у девы серьезный дискомфорт. Если просто вроде бы надоело все и хочется все бросить, покидать и свалить, то от перемен лучше отказаться. Не факт, что они принесут желаемый положительный эффект. Так что хорошо вначале подумайте, дорогие мои девы. Весы. Какие-то счастливые мысли могут в этот день завидной регулярностью отвлекать весы от их путничных дел. Ожидание праздника, встречи с любимым человеком, отпуска или еще чего-то замечательного впереди приятно скрасит самое скучное занятие. Конечно, есть риск, что легкомысленно настроенные весы замечтаются и где-нибудь напортачат, однако думать об этом они вряд ли захотят. Слишком хорошо им витать в облаках. Чтобы в этот день не наделать ошибок, гороскоп советует весам заниматься только самой простой работой, а любые ответственные решения и шаги отложить на потом. Любовный гороскоп для весов. Не хочется обижать весы, но этот день они могут вести себя истерично. Согласно гороскопу, в этот день они могут ощущать усталость или разочарование, что и заставит сорваться на любимом человеке, если тот даст малейший повод. Это, конечно, неправильно, а потому весам в этот день предстоит большая работа над собой. Надо запретить себе обижаться по пустякам и уж тем более кричать на кого бы то ни было, а тем более на свою вторую половинку. Не превращайте ее в козла отпущения, лучше попросите вас обнять и поцеловать. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Этот день может доставить весам дискомфорт, если они занимают руководящую должность. Необходимость принимать решение и нести потом за них ответственность сейчас, к сожалению, угнетает. Гороскоп склоняет к спокойному и четкому исполнению поставленных задач, при условии, что кто-нибудь поставит их за весы. Поэтому плодотворным день будет у весов подчиненных, а весам руководителям остается просто ждать, когда этот день закончится. Кроме того, можно пойти на хитрость, помогающую снять с себя часть ответственности в принятии решений. Не советуйтесь в этот день с компетентными подчиненными. Скорпион. В этот день Гороскоп благоволит путешествующему Скорпиону. Всех, кто в этот день куда-то едет, мчится, находится в командировке или отдыхает за границей, судьба наделяет особой удачей, их ведет путеводная звездочка. А седлые же Скорпионы могут ощутить в этот день непонятную тоску и тревогу. Скорее всего, так говорит в них жажда приключений. Пора собирать чемоданы или хотя бы ненадолго отправиться в страну воображения, взяв в руки захватывающий приключенческий романчик. Гороскоп напоминает, чтобы от усталости и хандры не осталось и следа, Скорпиону давно пора получить порцию свежих эмоций и впечатлений. Любовный гороскоп для Скорпиона. Игривая искорка в глазах Скорпиона в этот день будоражит представителей противоположного пола в радиусе 100 метров. Что ж, если у Скорпиона есть потребность зацепить кого-нибудь, то самое для этого время. Ну а если в его личной жизни все в порядке, можно воспользоваться сексапильностью этого дня в корыстных целях, подмигнуть кому надо, чтобы получить чего хочется. Главное предостережение гороскопа, да не увлекайтесь вы, чтобы жертва соблазнения не решила, что вы это всерьез. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. В этот день звезда напоминает Скорпиону, что дипломатичность и корректность высказываний это предметы первой необходимости в работе с людьми. Чувство такта может дать сбой, и это незамедлительно скажется на его взаимоотношениях с коллегами и партнерами. Если Скорпион не будет следить за своей речью, и затем подключен ли его язык к мозгу, то последствия могут быть самыми плачевными. Ну а если Скорпион заметил, что уже кого-то успел обидеть, то лучшее время, чтобы извиниться, это как раз таки этот день. Стрелец. Будьте внимательны. В этот день на жизненном горизонте Стрельца может появиться кто-то, кто станет его проводником в мир достатка и финансовой стабильности. Главное не перепутать его с котом Базилио или лисой Алисы из сказки. Они тоже крутятся где-то рядом. Гороскоп Стрельца в этот день благоприятен для встреч с новыми людьми, собеседованиями, переговорами, знакомствами с противоположным полом, однако звезды предупреждают от излишней доверчивости. Не торопите развитие событий и не спешите принимать заманчивые предложения. Помните, девиз Стрельца в этот день «Доверяй, но обязательно проверяй». Любовный гороскоп для Стрельца. Для Стрельца в этот день самое время устроить маленькой любовной приключеннице. Если жизнь сама не подбросила вам идею для него, проявите, проявите бляхомуха инициативу. Гороскоп любви ободряет. В этот день можно звонить бывшим, знакомиться с будущими или отрываться с настоящими. Даже если в этот день у вас очень мало времени для личной жизни, проведите его максимально ярко. Восприятие Стрельца в этот день обострено, а потому общение с любимым человеком принесет много, много радости и удовольствия. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. В этот день Стрельцу придется бежать рабочий марафон, если он хочет добиться хороших результатов в своих делах. День складывается так, что все придется делать крайне быстро, можно даже сказать на грани человеческих возможностей. А что поделаешь? Ведь в случае малейшего промедления Стрелец рискует упустить благоприятные возможности и остаться у разбитого корыта. Гороскоп указывает на то, что скорость – это главный козырь Стрельца в этот день. Козерог. Смело вперед. Любые эксперименты Козерога покажут в этот день отличные результаты. Неважно, захочется ли ему сочинить новый рецепт супа, применить нестандартный ход в переговорах или предложить новую позу в постели любимому человеку. Его инициатива будет одобрена на все 100%. Вообще, в любых делах, гороскоп в этот день призывает Козерога дерзать. Это отличнейший день для всего нового. Особенно удачным будет день для Козерога, занятого творческим трудом. Пришедшая ему в голову в этот день оригинальная идея может стать основой новой концепции. Любовный гороскоп для Козерога. В этот день Козерога рискует сказать лишнее любимому человеку. Гороскоп советует думать, прежде чем что-либо говорить, а еще лучше иногда жевать. В этот день Козерогу может не хватать деликатности и дипломатичности, к тому же он плохо контролирует свои эмоции. Чтобы не обидеть вторую половинку, в этот день надо с особой тщательностью подбирать слова. Обращайте внимание на эмоциональное состояние тех, кто рядом. Возможно, им будет некомфортно из-за свойственной вам в этот день жизнерадостности. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Во всем, что связано с самосовершенствованием и самообразованием Козерога в этот день ждет крупный успех. Звезды указывают, что именно по этому пути ему следует направиться, если он рассчитывает на продвижение, конечно же, в карьере. Записаться на курсы, способствующие расширению сферы делового общения, в этот день будет как нельзя кстати. К тому же, на курсах, кроме новых знаний, Козерог может рассчитывать на приобретение полезных знакомств. Водолей. В этот день Водолей может напоминать беззаботную попрыгунью стрекозу из басни Крылова. Ему захочется петь, плясать, ну или хотя бы пританцовывать, лежа на диване в любимых наушниках. Чего ему точно не захочется делать, так это превращаться в трудолюбивого муравейшку. Водолей, конечно, не тунеядец, однако в этот день стахановский труд ему противопоказан. На работе он будет совершенно бесполезен, зато в дружеской компании может стать заводилой. Домашние заботы Водолею в этот день тоже лучше отложить. Если кто-то из близких будет ворчать, покажите ему гороскоп. Задача Водолея в этот день нести в мир счастье и радость, а не чистоту и горячее питание. Любовный гороскоп для Водолея. Внутренний стопор не даст в этот день Водолею раскрепоститься. Даже наедине с любимым человеком он может быть зажатым и скованным. Есть опасность, что он начнет винить в своей дискомфортной ситуации вторую половинку. Однако гороскоп уверяет, что виной всему комплексы Водолея. Не ищите причин вовне, попытайтесь разобраться в собственных мотивах. Возможно, в этот день настало время для откровенного разговора. Расскажите избраннику о том, что вас очень сильно беспокоит. И все. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. В этот день Водолей сумеет найти творческий подход к любому повседневному и рутинному делу. Все, что поднакопилось из-за ежедневной спешки, он сможет разложить по полочкам и довести до ума. И даже извлечь выгоду из того, что некоторые дела были отложены на потом. А вот за новые проекты Водолея лучше в этот день не браться, предупреждают звезды. День не располагает к масштабному мышлению и Водолей рискует упустить несколько важных делишек, которые впоследствии могут повернуть все дело в совершенно другое, неожиданное русло. Рыбы. В этот день рыб будет видно и слышно уже издалека. В этот день им захочется быть замеченными. А вот обратят ли они на себя внимание окружающих громким смехом, интересными идеями, ярким нарядом или ссорами и скандалами, зависит от их личного настроя. Поэтому гороскоп советует рыбам с утра зарядиться положительными эмоциями. Если это им удастся, они могут быть отмечены искренним интересом окружающих, в том числе руководства или симпатичного лица противоположного пола. Если же рыбы будут настроены вызывающе агрессивно, в этот день они способны испортить кучу нервов и другим, и себе. Любовный гороскоп для рыб. В этот день рыбы могут стать объектом внимания. В этот день они лучатся внутренним светом, и многим захочется погреться в его лучиках. Гороскоп любви уверяет, знакомства рыб обещают стать серьезными, у них безусловно есть хорошие перспективы. Впрочем, рыбам в отношениях их эта притягательность этого дня может сослужить дурную службу. Кто-то рискует принять их дружеское участие за флирт. На всякий случай постарайтесь держать дистанцию. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. В этот день рыб ждет успех буквально во всех рабочих делах. Новые проекты или завершение старого дела, оптимизация рабочего процесса или точное выполнение поручения, ведение переговоров. Все, к чему рыбы приложат в этот день, руку будет выполнено по самому высшему разряду. Сами они будут лучиться уверенностью и готовностью к любым превратностям судьбы, как космонавт перед стартом, чем внушат уважение коллегам и заставят их прислушиваться ко всему, что говорят. Звезды советуют подготовить расписание, чтобы не растратить такой удачный день попусту. А еще лучше составьте или накидайте планчик. Вот такой вышел прогноз у нас, мои хорошие. Спасибо еще вам огромное за внимание, за лайки, за комментарии и поддержку. Все это очень ценно для меня и моего канала. Ну и желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. Конечно же, до новых встреч. Пока-пока.